В площадку для экстремальных игр превратился долгострой в индустриальном районе Хабаровска. Территорию никто не охраняет. Дети бегают по крыше 15-этажного строения, взбираются на башенный кран. Телеканал «Губерния» показывал репортаж об этом в апреле прошлого года. Корреспонденты обращались в комитет по строительному надзору, где заверили, что вопрос на контроле. Ирина Забродина с подробностями. Очередное видео заброшенной стройки, которая находится рядом с 49-й школой, нам прислали телезрители. Дети, рискуя жизнью, бегают по дому, по крыше, забираются на стоящий рядом строительный кран. Этот дом начали строить в 2008 году, обещали закончить в 2018, но до сих пор объект так и не сдан. Территория находится без присмотра, ее никто не охраняет. Можно услышать голоса подростков, которые раздаются из дома, и слышно, как кто-то бегает внутри. Первые жалобы на опасные игры детей на заброшенной стройке появились в апреле прошлого года. В ответ на них Краевой комитет по строительному надзору заявил, что идет проверка, виновные будут наказаны. Спустя полтора года очевидных изменений нет. Те же прорехи в заборе и подростки на стройке играют те же. На крае мы не лазим, нам это не надо. Родители знают, что гуляете по стройке? Родители запрещают, говорят об этом, но еще мы ходим туда, просто либо от скрыться дождя, либо, извиняюсь за откровенность, туалет и все. За долгостроем давно наблюдает прокуратура. Выяснилось, что застройщик обанкротился, а процесс передачи объекта конкурсному управляющему затянулся. Тот конкурсный управляющий, который на настоящий период времени действует, он принимает документы. Он до сих пор не может, то с учетом пандемии, то с учетом еще всяких разных моментов, не может принять эти объекты. Прокуратурой района по этому поводу проведена проверка, внесено представление, по результатам которого конкурсный управляющий заключил договор с охранной организацией. Новый конкурсный управляющий, третий по счету, живет в Кирове. Говорит, что согласился взять на себя удаленный объект, потому что найти аккредитованного специалиста в Хабаровске суд не смог. Вопрос с охранной стройки обещает решить. Мы начали собрание, на собрании утверждаем смету по возведению забора. Кредиторы, насколько утверждают смету, мы займемся. В Хабаровске на заброшенных, легко доступных стройках ежегодно травмируются дети. В прошлом году в районе Красной речки 10-летняя девочка упала с третьего этажа долгостроя Минобороны. Ребенок долго лечился. Собственника здания суд обязал выплатить родителям девочки полмиллиона рублей.